Всем привет! С вами, как всегда, я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Когда-то давно, когда я был студентом и жил в общаге, один сокурсник на одном из праздников угостил совершенно потрясающим блюдом. На первый взгляд это была вроде бы обычная тушеная картошка с мясом. Но в тарелке, кроме картошки мяса, была заметна еще целая куча всяких разных овощей. Это непривычное для меня сочетание создавало совершенно великолепный вкус. Кулинарию я начал интересоваться еще в школьные годы, поэтому, естественно, тут же запытал его. Тогда и прозвучало это слово – дамлама. Приятель был из Казахстана, и я решил, что это казахское блюдо. Я ошибался. Но об этом позже. Пройдемте на рабочее место. Спустя 10 лет я попробовал настоящую дамламу. И как-то неудивительно, но вот этот вот вариант, назовем его казахский, нравится мне гораздо больше. Второе достоинство, а первое – это великолепный вкус, это потрясающая простота готовки. Просто выкладываю все слоями, 5-7 минут на сильном огне и час на небольшом. И можно есть. И третье достоинство – доступность продуктов. Никаких выкрутасов. Мясо, морковь, капуста, лук, картошка, сливочное масло. У меня говядина. В традиционной дамламе используется баранина и курдючное сало, но речь сейчас не о ней. Все очень просто. Дно кастрюли и стенки на высоту, может быть, 1 см, не больше. Надо выложить пластинками сливочного масла. Толщина 2-3 мм, не больше. Да, в этом казахском, назовем его рецепте, масло, по советам моего приятеля, выкладывалось толщиной в добрых 5 мм и высоту на 4-5 см по стенкам казана или кастрюли. Здесь у меня меньше его, да. Что хочу сказать, я буквально слышу, как многие из вас сейчас возмущаются. Такое жирное блюдо, куда его, это не спортивно. Друзья мои, вот здесь у меня сейчас почти 4 кг продуктов, мясо чуть меньше килограмма, а масло всего уйдет приблизительно 100 граммов. То есть 25 граммов на килограмм еды. Это 2,5% жирности. Да, я буквально вижу, как сейчас многие из вас взялись и сказали, а мясо, оно же тоже содержит жир. Друзья мои, во-первых, это нежирное мясо. А во-вторых, вы, поборники, так сказать, здорового питания, вы же так не вопите, когда берете стейк, отжаренный, хороший. И этот стейк, он весь состоит, содержит то самое количество жира, за которое сейчас вы собираетесь обвинить это блюдо в жирности. Расслабьтесь. Это здоровое блюдо. Овощи, мясо и всего лишь 2,5% сливочного масла. Теперь выкладываю мясо. Все слои надо солить, перчить, ну и перекладывать лавровым листом. Мы с режиссером, режиссерой, тогда еще не режиссерой, жили в общаге. И буквально за день до свадьбы приехали родители. И мы их угощали этой казахской домомой. Моя мама была восхищена блюдом и тут же потребовала рецепт. С тех пор ее реакция на это блюдо стала нашей семье мемом. Понятно, почему она такая вкусная. Столько сливочного масла вбухать. Картошку я нарезаю в два условных размера. Половину порежу покрупнее, она будет формообразующим элементом, чтобы было что пожевать. А вторую половину помельче. Эта часть картошки расползется в кашу. Будет классно. Нарезку лука я показывать не буду. Новые зрители, вы щелкайте вот в этот ролик. Не стесняйтесь. Там я показываю способы и типы нарезки лука. Дело в том, что для разных способов приготовления, для разных блюд требуется разный типоразмер. Почему и для чего все это делается, я там и объясняю. А вот в этом ролике я показываю, как можно быстро почистить лук. Дело в том, что я не люблю проводить уйму времени на кухне, занимаясь рутиной. Поэтому любые способы, любые технологии, которые позволяют сократить это время, тщательно изучаю, учусь. И то, чему научился, показываю вам. Как нарезать морковь, по большому счету, нет разницы. Я сделаю вот такие паушаи. Вот с капустой все не так просто. Прежде чем разрезать ее в хлам, нужно отделить несколько крупных листиков. Когда мы это блюдо соберем, этими крупными листами закроем сверху, как крышкой, все овощи. Тогда сок, выделяющийся из овощей, попадая на горячие стенки кастрюли, будет испаряться. И вот эта крышка будет удерживать пар внутри этого блюда. Все будет париться, насыщаться ароматами, вкусами. Кстати, по одной из версий, название этого блюда, даблома, произошло от узбекского глагола дубляж. Запаривать или парить. Я узбекского не знаю. И о верности либо неверности этой версии ничего говорить не могу. Но могу однозначно сказать, что состав сегодняшнего блюда ничего общего с аутентичной дабломой не имеет. Но на вкус... Сами попробуйте, сравните и решите, что вам больше подходит. А уж как его называть, лет через 200 историки кухни разберутся. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Завершаю сборку. Завершаю сборку. Не забывайте, каждый слой нужно посолить, поперчить, положить в лавровый лист. А на картошечку нужно еще насыпать немного укропа. У меня только сухой. Если у вас есть свежий, еще лучше будет. И очень важен порядок слоев. Теперь 5-7 минут на сильный огонь. Готовить это надо в кастрюле с толстым дном или вообще в чугунном казане. Почему порядок слоев так важен? Сейчас, за эти 5-7 минут, сливочное масло быстро растает. Мясо, которое лежит вторым слоем, нижняя его сторона начнет к дну кастрюли прижариваться, образуя вот эту классную, замечательную, румяную, пожаристую корочку, которая даст совершенно потрясающий аромат во всем этом блюде. Картошка, которая лежит следом, должна наполовину развариться. Чтобы она быстрее разваривалась, я половину из нее как раз мелко порезал. Но чтобы вот это происходило, она должна готовиться в соке, в жидкости. Поэтому чем ниже картошка расположена, тем больше сока ей достанется. Следом идут лук-морковь. Они создают ароматические здесь вкусы. Лука здесь не очень много, но он тоже дает сок. И последний слой, как раз важный, это капуста. Вот капуста и дает всю ту массу сока, который образует в этом блюде вот это вот единое целое, объединяет все воедино. И она же работает вот этой мощной подушкой. Ну и листы, которые сверху все дело перекрывают капустные, тоже, естественно, работают на это же дело. А теперь, через эти самые 5-7 минут, нужно убавить огонь до чуть-чуть ниже среднего. И оставить все на час. Пусть выделяются соки, пусть все тушится, пусть напитывается ароматами. Будем ждать. Снимаю листы капусты. Надо все тщательно перемешать. Простая мужицкая еда, но какая же она вкусная. Да, выглядит совсем не презентационно, но прелесть этого блюда не во внешнем виде. Великолепно. Картошке сладость придает сливочное масло. Мясо одновременно и поджаристое, и одновременно и нежное, и мягкое, долгое утушение. Все пропиталось равномерно вот этими ароматами. Богатейший просто вкус. Просто богатейший. У меня нет слов. Вот вы ждете, чтобы я вам это дело описал? Я не знаю, как это писать. Это надо просто попробовать. Капуста удивительно к месту. Мне, я даже сейчас смотрю, и странно кажется капуста, совмещенной с картошкой, вот в этом тушеном блюде. Ну, но великолепно. Попробуйте. Это супер. Вот и все на сегодня. Понравилось? Не поленитесь поставить палец вверх. Я тут, понимаешь ли, не щадя живота своего, такую жирнотую вкусноту пробую. Новые зрители. И, кстати, не новые тоже. Регулярно появляются вопросы. Покажи демиглаз и тому подобное. Я делаю вывод, что далеко не все из вас знают, что вот эти вот картинки – это активные ссылки. Щелкайте на них. Попадете на ролик. Я, кстати, для удобства вас всех все свои видеоролики собираю в плейлисты, чтобы проще было найти то, что вам надо. Пользуйтесь. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...